МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марийская полиция на усиленном варианте несения службы. Это связано с проведением 27-й Всемирной летней универсиады в Казани. Под особый контроль взяты районы республики, граничащие с Татарстаном. Кстати, полицейские из Мариел в дни универсиады помогают коллегам из соседнего региона обеспечивать порядок на улицах Казани. А волонтеры также из Мариел делают все возможное для удобства гостей и участников соревнований, среди которых тоже есть представители нашей республики. Александра Бугрова – единственная студентка из Мариел, вошедшая в состав наградной группы Всемирных студенческих игр. Она и еще 140 российских студентов задолго до соревнований были отобраны в рамках конкурса «Лицо универсиады». Студентки из Мариел поручили награждать чемпионов по легкой атлетике, футболу и регби, а также нести знамена национальных сборных ЮАР и Бангладеша на церемониях открытия и закрытия универсиады. В Казань Саша приехала еще в начале июля. С первых минут девушка поняла, будет непросто. Мы живем в Суворовском училище. Условия очень суровые. В комнате человек по 20-30. Мы строимся два раза в день, со вторая и вечером. Подъем в 7.30. У нас настроение. И мы идем на завтрак. Потом мы едем на свои объекты, где мы работаем, учимся выносить медали. В Суворовском училище кормят очень вкусно. А вот есть у нас обеды волонтеров, если честно, там какая-то ерунда и мало кто есть. Я очень жалела, когда я приехала в Суворовское училище и узнала, что я буду там. Я, если честно, хотела сразу развернуться и уехать. Потом поняла, что меня многие отправляли сюда и решила, что лучше не подводить. И в принципе сейчас уже как-то приспособилась к этому. Что касается волонтеров. Всего на универсиаду в Казань, по данным Миноборнауки Мариэл, уехало около 200 человек. Большинство это студенты. Еще во время эстафеты огня универсиады, которая прошла и через Ешкар-Алу, было понятно. Обеспечение безопасности. Самое важное во всей этой спортивной суматохе. В столице Татарстана работает и сводный отряд из Мариэл. Впрочем, в региональном МВД говорят, это никак не отразится на обеспечении безопасности в нашей республике. У нас всего около 80 сотрудников было туда. Сотрудники разных служб. Это и сотрудники оперуполномоченных уголовного розыска, и сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники ГИБДД, сотрудники ОМОН, ну и участковые и полномоченные полиции также. То есть они находятся на спортивных объектах в Олимпийской деревне, охраняют общественный порядок на тех объектах, на которых будет проводиться универсиада. Ну и, естественно, сотрудники ГИБДД, например, они несут службу на дорогах. Уже с сегодняшнего дня и по 19 число включительно личный состав органов и подразделений внутренних дел у нас переведен на усиленный вариант несения службы. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава как Министерства внутренних дел, так и всех территориальных органов Министерства внутренних дел. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников следственных оперативных групп, причем организованы и дублирующие следственные оперативные группы. Увеличена как плотность снарядов на улицах, так и создана группа немедленного реагирования во всех органах внутренних дел. Личный состав полностью готов к выполнению вот этих всех задач по охране общественного порядка. В связи с проведением универсиады сейчас въезд в Казань осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность. Те, кто уже побывал в эти дни в Казани, говорят, лучше сейчас все же отказаться от поезда к соседям. Впрочем, на фоне всех этих неудобств есть и приятная новость. Точнее, сразу две. Легкоатлетки из Мариел, Людмила Лебедева и Алина Прокопьева, вошли в сборную России и примут участие во всемирных студенческих играх в Казани. Кто знает, может быть именно нашим бегуньям Александра Бугрова вручит медаль универсиады. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют. Балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21.00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64-19-52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова